Добрый день, с вами Игорь и сегодня в нашем видео обзоре мы поговорим о генераторах DEL, а именно сравним инверторные бензиновые и обычные бензиновые генераторы и разберемся, чем же все-таки они отличаются и стоит ли переплачивать за чистый ток. Для чего вам нужны генераторы? В основном это резервный источник питания, который подходит как для обеспечения электроэнергии загородного дома, так и для питания отдельно электроприборов и инструментов на стройке или на отдыхе вне дома. При выборе генератора важно посоветоваться со специалистом, чтобы не переплачивать за ненужные вам возможности устройства. Часто потребитель сам принимает поспешное решение без консультации со специалистом, выбирает не ту мощность генератора или просто переплачивает за ненужную ему мощность. Например, покупатель решил, что ему нужно 6-киловаттный генератор и сообщает продавцу, мне нужен генератор на 6 киловатт и отказываясь от консультации покупает излишнюю ему мощность. А можно было рассказать консультанту о том, для чего покупает генератор и оказалось бы, что 3 киловатта генератор будет достаточно для обеспечения электроэнергии загородного дома покупателя. Существенную ошибку можно совершить при выборе генератора, когда вам предстоит обеспечить питанием отопительный котел. Большинство современных газовых котлов энергозависимые, перебои в электроснабжении полностью приостанавливают их работу, что не только влияет на комфорт, но и опасно разморозкой теплоносителя и впоследствии аварийной разгарметизации магистралей или приборов отопления. Есть довольно простое решение установки подходящего генератора. Даже самых простых моделей часто достаточно для обеспечения работы автоматики котла, циркуляционного насоса или трубины. Если фаза независимой модели котлов не вызывает никаких трудностей в энергообеспечении, то для нормальной работы фазозависимых котлов обязательно наличие сквозной нейтрали или виртуального нуля. Выраженной фазы у большинства моделей генераторов нет. В таком случае необходимо либо подбирать генератор с наличием четкой фазы нуля, либо подключать генератор через стабилизатор. Теперь немного подробнее для тех, кому предстоит впервые познакомиться с устройством обычного и инверторного генератора. Итак, первый генератор нашего видеообзора это инверторный генератор GDA3800i. Что же находится на панели этого генератора? Ручной запуск, выключение двигателя, кнопка эко-режим. Для чего она нужна? Это автоматическая регулировка оборотов двигателя в зависимости от нагрузки, экономия топлива до 25%. Следующие идут табло у нас индикаторы, то есть индикаторы перегрузки двигателя, индикатор рабочего состояния двигателя и индикатор уровня масла. Дальше у нас идет заземление, две розетки по 226 ампер, розетка выход на 12 вольт, предохранитель 12 вольт и предохранитель розеток 16 вольт. Двигатель ротор и статор, альтернатор синхронный бесщеточный, 12-полюсной, инверторный преобразователь с цифровым управлением, плата инвертора. Принцип работы. Альтернатор вырабатывает трехфазное переменное напряжение 60 до 80 вольт и частотой от 150 до 800 герц. Далее напряжение выпрямляется и преобразуется в постоянный ток. Инверторный блок под управлением микроконтроллера преобразует ток в переменный, со стабильными показателями по вольтажу и частоте. Что я могу сказать? Минусы нельзя выделить фазу. Плюсы. Чистая санусоида и стабильный 50 герц при любой нагрузке. Компактные размеры и меньший вес всего 31 килограмм. Вместо маховика для двигателя используется ротор. Стабильная частота под нагрузкой. Второй генератор нашего видеообзора это обычный бензиновый генератор DLGDA 3500. Что находится на панели этого генератора? Значит кнопка выключения двигателя, вольтметр, выход 12 вольт, две розетки 220 вольт по 16 ампер, предохранитель на эти розетки и терминал заземления. Альтернатор синхронный, щеточный, двухполюсной. АВР автоматический вольтаж регулятора. Принцип работы. АВР регулирует силу индукции на роторе, чтобы в обмотках статора возбуждалось напряжение 220 вольт. При этом частота тока зависит от оборотов двигателя. Минусы наверно такого генератора это вес 41 килограмм. Нестабильная частота под нагрузкой. Плюсы. Можно выделить фазу. Выдерживает кратковременные перегрузки по мощности. В этом видеообзоре мы рассказали вам о том, какие тонкости нужно учитывать при выборе генератора с учетом особенностей его работы. С фазозависимыми и с фазонезависимыми потребителями. Наши продавцы-консультанты подготовят к эксплуатации, запустят и покажут, как управлять работой купленного вами генератора в магазинах Купи на дачу. Всем пока!